Два, три. Поехали. Друзья, межсезонье продолжается, но мы все равно продолжаем вас... Нет, не так. Сейчас, как там? Раз, два, три. Друзья, у нас по-прежнему в межсезонье ничего не изменилось. Зима. Холодно, люди замерзают, и снег двух видов выпадает. Январь. Но мы по-прежнему продолжаем вас радовать, потому что «Спартак» — это не только футбол. В этом выпуске вы увидите... Тут должна быть у нас, значит, лента бегущая такая пройти, но у нас, к сожалению, пока нет такой ленты, поэтому... В этом выпуске вы познакомитесь кардиологом и просто красивой девушкой Викторией Гомеевой. А также вас ждет очень интересное интервью с Иваном Солнцевским, человеком, пробившего кучу выездов за «Спартак», который расскажет нам о том, как это было. Друзья, всем привет! У нас новый выпуск. Снимем небольшой сюжет с Викторией. Это врач, которая принимала на днях нашу команду в клинике. Многие в Инстаграме увидели Викторию, начали спрашивать, где ее Инстаграм, кто-то нашел Инстаграм, лайкали и так далее и тому подобное. Связались, она согласилась с нами встретиться, рассказать, как проходит медосмотр. В общем, посмотрим, что из этого всего получится. Надеюсь, вам понравится. Погнали! А Виктория сейчас нам расскажет о тех моментах, которые многие не узнают, в принципе, никогда. Виктория, надеюсь, нам это расскажет. Про большие и маленькие секреты? Про большие и маленькие секреты наших. Привет всем болельщикам! Очень рада, что вы нас смотрите. Сейчас будем обсуждать медосмотр нашего любимого клуба. Я с самого детства занималась кикушинкой карате, я мастер спорта. Жми старт. Короче, всех рубила, да? Я всех рубила, мочила, била. Ранее сломала себе ноту, попала в больницу. И в больнице был безумно трудолюбивый, безумно любящий людей доктор. И я безумно воодушевилась его работой. В 11 классе мой мир просто перевернулся с ног на голову. И я резко решила стать доктором. Давай, наверное, все-таки скажем, кто из наших игроков, понятно, что Ребров, Артем, кто еще более такой открытый, отзывчивый? Еще мне нравится и спортсменов Квинси Пронос, несмотря на то, что он не говорит по-русски, но у меня проблем с английским нет. Мы решили провести интересный эксперимент. Можем назвать его фанатский эксперимент с нашим соведущим. Вообще он должен был здесь быть, рядом со мной в этот момент, но Вася-то где? Вася-то где? Ну что, друзья, мы продолжаем. С нами Игорян. Для нас он просто Игорян, для всех он Игорь Снежницкий. Можно вот так взять и поздороваться с вице-президентом клуба. Каково это быть вице-президентом мюнифутбольного клуба «Спартак»? Ответственно, почетно и клево. Ты все равно станешь, ты чемпионом, великий клуб «Спартак»! Не, ну действительно, это моя жизнь, моя параллельная такая жизнь. А самое главное, что Игорян не просто болельщик. Игорян в прошлом представитель одной известной конторы. Барни, приходите на мини, это очень клево, здесь шикарная атмосфера, здесь такая поддержка, здесь можно выдавать любые эмоции, и ничего за это не будет. И во время перерыва, во время перерыва можно выбежать на поле, пинать мяч, короче, почувствовать себя настоящим футболистом. Все на мини-футбол. Кто из наших игроков более функционально подготовлен был перед этим сезоном? 16-го числа абсолютным лидером был Денис Глушаков, капитан команды. Он вырвался безоговорочно вперед. Во второй день у нас были такие мини-соревнования. Мы поговорили с Промысом, я его безумно просила, чтобы он поставил новый рекорд. И да, действительно, он опередил Глушакова на достаточно большое количество времени. И он опередил Квинси. Тимофеев сделал Квинси, прикиньте. На много, нет? Нет, не на много, но сделал. То есть Тимофеев, получается, самый подготовленный игрок команды. Он самый выносливый, самый терпеливый, да, потому что все-таки вот самые последние минуты, секунды, они больше говорят за выносливость и за их такую силу духа. Вот, ну что, ребят, сейчас мы хотя бы можем вам сказать, что Вася наконец-то здесь. Мы его ждали еще там. Если вы помните, да, он должен был быть еще в том месте. Но он наконец-то приехал, Вася, помаши ручкой, чтобы все пользовались. Всем привет, всем привет, я живой. Не пластилиновый. Да, это не подстава. Вася очень любит выезда. Да, как и все мы. И он очень азартный. Да, и Вася очень азартный. Вел на Фратрии. Вот, про азарт, да, там говорилось о ставках и футболах, о покере. Вот, к нам в редакцию недавно пришло письмо от Василия, он написал к нам в редакцию, он пришел. Мы говорим, Вася, если ты хочешь поехать в Краснодар, заработай, ты же умеешь. Мы поспорили с Пашей, что я смогу раскрутиться с 1000 рублей и купить себе билеты на выезд туда-обратно и в случае, если я побеждаю, с Пашкой в Краснодаре просто. Это я, это было такое? Отдаю последнюю 1000 рублей. Он живет богатый. Говорит, Скарлтон Рояль Отель. Я даже не выговорил это. Да. Вот, поэтому я Василию отдаю 1000 рублей в Ярославле, один в Ярославле, чтобы полететь в Краснодар. Короче, я понял, что я забиваю, 7000 рублей, давай, на две недели я положу выиграть, чтобы успеть еще купить. Но, не круглосуточная две недели, а у тебя двое выходных. Двое выходных, да, уикенд. Ну, а как, блядь, зрители будут понимать, что Вася поднимает на этом бабки? Ну, мы, наверное, в следующем выпуске, в следующем выпуске запишем ставки мои на выходные, а, соответственно, выпуски, которые будут после следующего, мы все это изучим, посмотрим, выиграл я или нет. Дмитрий, короче, на выезд за счет букмекеров поеду я, наверное, за счет меня пока. За счет тебя, букмекеров и никого более. А назовем мы всю эту движуху фанатский эксперимент. С нами Ваня Солнцевский. Добрый день. Чтобы многие, конечно, знают тебя, насколько я знаю, у тебя очень большое количество выездов за нашим спорта. С какого года начал и сколько у тебя уже социально-куплостей? Ну, скрывать не буду, как бы, выездов достаточно, наверное, много. Получается, в общей сложности порядка 297 выездов. Цель у меня, конечно, не было там, чтобы какие-то рекорды там устанавливать. Зарабатывать на этом авторитет, конечно, такого не было. Ну, это как-то сложилось само по себе, как бы, и оно шло своим чередом, так сказать. Я старался, ну, старался не пропускать. Во-первых, потому что душой очень сильно связана, как бы, с командой. И поэтому смотреть по телевизору футбольные ремонтажи, как бы, оно относилось смотреть футбол в замужную скважину. Такое есть выражение. Вот, скажи, сейчас те, кто выбивает золотые сезоны, а потом просто перестают ездить, так же за нашим спортом. Вообще, это правильно ли они делают? Ну, допустим, что хочу сказать по этому поводу, да, то есть, в принципе, каждый человек, он, ну, вольно поступает, как он считает нужным, да, то есть, здесь нет кого-то обязательства, там, допустим, что он был обязан так поступить или сделать именно так, то есть, это, в принципе, его личное дело. В принципе, у меня проблем никогда не возникало, да, не потому, что, допустим, я, там, такой герой, чтобы, там, ко мне кто-нибудь подходит, но потому, что, наверное, есть вещи, когда нужно сначала думать, а потом что-то делать, да, вот. А то, что касается, что проблем не возникало, ну, может быть, может быть, Бог мне как-то отводил от этого, потому что, ну, можно себе проблему создать на ровном месте, да. Парни, еще раз говорю, приходите на мини-футбол, где еще, где еще вы сможете взять мячик в перерывы матча, выйти на поле и просто вот. Вик, помимо работы все ясно, сама ты на футбол ходишь, на Спартак? Времени на выезды у меня нет, когда получается, на домашние матчи я практически на каждой хожу. Приходя на футбол, знаешь, у нас есть фанатская трибуна, называется она «Север», все, что ты там видишь, ее зажигает спиротехника, когда гремят петарды, когда вся эта трибуна гонит команду вперед, вот это тебя, например, у болельщица, которая сидит на центре, вызывает ли это какое-то отвращение или мешает ли тебе встретить футбол? Нет, меня это, наоборот, воодушевляет, дает команде силы продвигаться, идти вперед, выигрывать. Какой заряд, может быть, песня с нашей трибуны тебе больше всего запомнилась и, ну, вот, больше всех нравится? Самое большое противостояние, конечно, которое я видела, это все-таки было на дерби Спартак-ЦСК, и когда болельщики кричали «ЦСК-команда!» Приятно провести время. Я надеюсь, всем все понравилось. Все, всем пока, друзья. Тебе по ощущениям, что, наверное, больше понравилось? По ощущениям, когда это бывает до футбола, например, да, они ощущения, наверное, схожи, да, допустим, в южных регионах, да, они схожи, потому что ты слышишь там разные там выкрики там, все такое там. Находясь за пределами Российской Федерации, то есть, например, в Турции, да, или у нас же есть еще и помимо Турции есть Польша, которые едут на выезда, да, если первый раз едут, да, стараться держаться все вместе и, как бы, поменьше употреблять спиртные напитки. Если ребята вместе держатся, то есть, я думаю, что никаких проблем-то не будет. Ребята, ну что, Спартак победил, Спартак победил 3-1, и с нами игрок московского мини-футбольного Спартак-Москва. Ром, с победой, от души. Самое главное, Рома не просто игрок Спартака, Рома не просто игрок Спартака, он еще и болельщик, болельщик, причем с достаточно большим стажем. Тебе больших успехов, тебе самое главное, чтобы у тебя все получалось, чтобы ты вместе со Спартаком вышел в суперлигу. На самом деле, волнение испытывал сегодня первая моя игра, красно-белые майки, громко на груди, это многое значит для меня. Это непередаваемое ощущение, когда такая майка, да, играешь в Спартаке, и я знаю, что поддержка наша самая лучшая. Это факт, дальше работать, вас радовать, а вы нас радует такой поддержкой, один за всех и все за одного. Роман волнуется немного, но это понятно, первый матч, дебют, но здорово, здорово, хорошо начинать, да, когда победа. Вот, я сейчас начал говорить уже официально, на каком-то телеканале. Прости. Ром, тебе удача, тебе удача, Ром. Приходи, поддерживай Спартак на трибуну, независимо от того, там, если какие-то дела, отбрасывай все дела. Тренировки не забивай, тренировки не забивай. На блазе Спартака, мы красно-белые, мы всех сильнее. Люди, которые находятся на севере, они, я считаю, что делают большое дело, не потому, что там они жгут фейра, кидают петарды, это, как бы сказать, совокупность, как бы сказать, довесок поддержки команды. Основная задача, конечно, команду поддержать. Когда это происходит организованно, когда это происходит именно в таком порыве, это очень здорово. Если бы мы сидели и молчали, мы смотрели на них, там, ну, давайте, там, что вы можете, то, наверное, это было бы не совсем хорошо, когда, допустим, эта трибуна, то, что тебя гонит, она фактически играет вместе с тобой, то есть, ну, как бы, это неотъемлемая часть футбольного действия, я так считаю. То есть, конечно, можно со мной не согласиться, то есть, ну, учитывая, когда бывают какие-то акции протеста, и трибуна молчит, ну, ты находишься, как будто, я не знаю, там, да, ну... В театре? Ну, в театре, да, там, или, допустим, на каком-то там товарищеском матче, там, который там происходит, как бы, где неважный результат такой, по большому счету. Вообще, чем ты по жизни занимаешься? Ну, кроме работы, да, на этой семье? Ну, да, 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 я понял. Ну, то есть, спорт является, как бы, неотъемлемой частью моей жизни, потому что спортом я занимался всегда. В семье это основа, по большому счету, да, и когда в семье есть понимание, и ты и на футбол можешь, как бы сказать, позволить себе, опять же, ездить там чаще, потому что, когда тебя понимают в доме, тогда это все здорово, вот, и оно и подкрепляется чем-то даже, наверное. Я считаю, что молодым людям, которые болеют за «Спартак», и считают себя фанатами, этот авторитет, который не хотят себе заработать, он придет к ним сам по себе. Если находишься в коллективе, и ты нормальный парень, это и так видно. Не обязательно бить на лево, на право кому-то морду, или кидать, это самое, фаерами, мусоров, чтобы этим самым заработать себе такой, так называемый, авторитет. Ну, это, это фикция, это, как бы сказать, показуха, так можно назвать. Пацаны, все, кто смотрит этот репортаж, хотел бы вам сказать такие слова. Любите команду «Спартак», болейте за нее всей душой, и помните, что эта команда, она выкована временем, создана футом и кровью многих поколений спортсменов, которые играли за эту команду. Я желаю вам удачи, успехов во всем, здоровья, ну и, естественно, побед, побед и еще раз побед. Красивый? Супер, блин. Сейчас красивый? Вообще огонь. Вот сейчас вот, блин. А вот сейчас? А сейчас лучше? Давай, все, брат. Поехали. Ну что, друзья, мы надеемся, что вам понравился наш выпуск. Всем тем, кто нас смотрит, и те, кто живут в городе Смоленске, на следующих выходных «Спартак» играет с прямым конкурентом, с командой «Автодор», поэтому все жители Смоленска, все бегом на футбол. Ну и также, конечно, ребят, хотим всем сказать то, что мы открыты для ваших предложений, для ваших комментариев. Если у вас есть какие-то мысли, идеи, что-то еще, я не буду говорить много заумных слов, просто пишите нам в Инстаграме, в Директе. Мы обязательно ответим, обязательно примем ваши предложения и сделаем наши выпуски еще лучше. Благодаря вам, благодаря нашим зрителям у нас по-прежнему есть куда стремиться, есть куда развиваться. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Как там это модно говорится, ссылка в описании. Ставьте лайки, дизлайки не ставьте. И самое главное, смотрите дневник фаната.